Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вселенная прямо подбрасывает темы для наших с вами бесед, прямо я бы сказал, под колеса, прямо на дорогу. Хочу с вами поделиться одной забавнейшей ситуацией, которая произошла со мной сегодня. Еду с утра, рано утром на работу. И милицейский пикет, облава, ДПС, всех подряд тормозят. Стоит машина медицинская, скорая помощь, но все продувают, видимо, на алкоголь. С утра водители, которые, может, с вечера пили, они их ловят и тормозят всех подряд. Ну, меня не останавливали уже, наверное, года два. Ну, я аккуратно езжу, и плюс, поскольку, знаете, балуюсь вот этими мистическими вещами, у меня есть амулеты. И амулеты, и в машине у меня есть амулет, который защищает машину от всяких негодяев, от воров, ну, и в том числе от сотрудников правоохранительных органов, чтобы меня не тормозили. И поэтому любое вот это торможение для меня, ну, во-первых, не очень хороший знак. Думаю, что-то, значит, у меня с энергетикой какой-то пробой, если что-то такое происходит. Если я имею контакт с людьми, с которыми не хочу иметь контакт. И тут ДПС. ДПС, ну, тормозили всех. В том числе, значит, и меня. Значит, остановили. Я остановился, как положено. И досада какая-то у меня внутри. Прямо вот думаю, ну, что ж такое. Значит, вот весь день, наверное, на смарку. Такая вот ерунда, весь день на смарку. Сейчас начнется там это, документы, еще не дай бог идите там дуйте в какие-то трубочки. Нехорошо. У меня такое раздражение. И вот у меня висит, как я вам это, как всякий мистик, я имею вот эти амулеты, которые защищают. И я так с раздражением к своему вот этому, к своему амулету, ну, что ж, ну, что это такое, ну, как, куда тебе это, куда ты смотришь-то? И подходит, подходит, значит, милиционер. Я открываю окошко. Такой здоровый, ну, как это бывает, такой полный, полный мужчина в самом расцвете сил. Такой, здравствуйте, там, инспектор такой-то, и так, типа, как дела, как вы себя чувствуете? И так прямо чуть не голову засовывает вот в окно. Ну, видимо, хочет понять, там, запах есть или нет. Ну, я даю документы, даже еще не успел ему дать документы. И тут он отшатывается, вот прямо его лицо вот в окне, он прямо, ну, чуть не засунул голову сюда. Вдруг он отшатнулся, возвращает мне документы, с каким-то страхом, возвращает мне документы и говорит, все, до свидания, счастливого пути. Даже он документы не посмотрел. И не то, что там, я удивился, ну, как, хотя бы формальный вот этот вот обряд, можно сказать, проведите, там, документы, все, посмотреть, там, да, там, пили, не пили, ну, как, хоть даже это, какой-нибудь разговор затеять. Фиг с маслом. Отъехал я оттуда и говорю вот своему этому амулету, говорю, ну, молодец, работаешь на все сто. Действительно, меня не тормозят вообще там. Ну, я езжу аккуратно, конечно, ну, и для меня это такое вот такое событие масштабное, что кто-то, кто-то, значит, заинтересовался у меня персоной. Так посмотрел на себя в зеркало, думаю, что-то, может, я это во мне не то, так я не с сомнением. Потом думаю, нет, значит, это работает, работает, работает моя штучка, молодец, не зря. А то так не кажется, ну, вроде ни в какие происшествия не попадаешь, и все хорошо, значит, типа само собой. Нет, все-таки защита работает. Защита работает, дела идут. И поэтому я даже думаю, так как меня смотрят много мистически настроенных людей, проведу, покажу людям, как делать себе амулеты. Как делать себе амулеты. И чтобы как-то жизнь, жизнь хоть в этом, хоть с какими-то неприятными людьми не встречаться, чтобы была хоть какая-то защита. Я считаю, что это должно быть доступно для широких масс. Сейчас, может быть, там, через недельку видео сниму по этому поводу, чтобы... Потому что нужно пользоваться именно своими амулетами. Чужие, понятно, могут работать, могут не работать, но все это чужая энергетика. А она должна быть вашей. Поэтому это все время вас, так сказать, призываю. Занимайтесь, ребята, энергетикой. Сейчас время такое наступает, что это должно войти в общую жизнь. Что это должно быть нормой. Ну и, естественно, какие-то благостные вещи, а не какая-нибудь там ерунда. Должно быть нормой, чтобы вы могли действовать не только в физическом мире, но и вот в этих энергетических полях, в энергетических потоках хоть как-то ощущать себя. Я бы сказал, хотя бы элементарная энергетическая грамотность. Все, дорогие мои, спасибо за внимание, счастливо.